всем доброго времени суток вот сегодня хочу сделать небольшой апгрейд своего шуруповерта этот шуруповерт галимый китай покупал своего времени его всего за 300 рублей это было года 4 или 5 назад что уже не помню такая фирма но нет конечно ограничение скорости вот такие деньги такого прекрасно работать шуруповерт прекрасно затягивает болты руку вырывает единственное где-то через год эксплуатации воздух аккумулятор аккумулятор был не только дни если написано но емкость него было один ампер час хватало его конечно ненадолго но хватало сейчас здесь стоят литий ионовые аккумуляторы от умершего ноутбука для контроля заряда аккумуляторов поставил такой вольтметр нажатие кнопки показывает напряжение на аккумуляторах также для зарядки зарядки этих аккумуляторов использовал блок на тоже блока другого шуруповерта вот выходные параметры 15 вольт 400 миллиампер но на аккумуляторах у нас должно быть при заряженных аккумуляторах 12 6 здесь у нас выдает 15 вольт хотя это только написано если подключить блок питания сеть визит напряжение которое вам выдает ты у нас получится почти 19 вольт что конечно сильно много этих аккумуляторов приходилось постоянно следить что аккумулятор у нас не перезарядились ничего с ними не случилось также по 12 вольтах шла большая нагрузка на блок питания то что он перегревался его всего аж покоробило корпус потрескался для того что хоть как-то он проветривался вот насырил дырок это немного спасало ситуацию шуруповерт получалось зарядить сейчас хочу поставить вот такую схему схема с ограничением тока и напряжения схема сделана на базе микросхемы lm 2596 поставим ее и она нас будет следить за током заряда и напряжением тек смотрим что у нас внутри внутри у нас такая вот гиберда конечно но все рабочие по крайней мере аккумуляторы 6 банок по три банки сведения в поле параллель хоть и аккумуляторы эти умерли уже давно но бог даже не хотел определять говорил замените батарею и они провалялись полностью разряженные два года и от заявленных 4000 ампер часов они сейчас выдают где-то две с половиной две тысячи два ампер часа получается в принципе для этого шуруповерта все равно неплохо получается увеличение емкости в два раза заменой аккумулятора раньше стояли вот такие вот 1 1 2 вольта 1000 миллиампер часов аккуратно чтобы не закоротить нам все тут теперь наша цель поставить все это сюда начнем с так на вот микросхема я поставлю сразу диодный мост потому что я люблю путать плюс-минусом и у всех своих микросхемах стараюсь ставить диодные мосты чтобы никаких неприятностей перепрессовки у нас не было третью руку как назло куда-то я засунул теперь не знаю где она находится будем мучиться так канифоль почему-то предпочитаю паять канифолью сразу такой небольшой лайфхак баночка из-под детского питания необычная железная губка вот у нас паяльник немножко заходившийся жалом несколько движений жал абсолютно чистая очень помогает получилось как-то так дальше на вход припаиваем вот такое гнездо в данном случае если у нас диодный мост без разницы где плюс где минус будет у нас по какому выводу припаивать поэтому просто их припаиваем сначала обводим блин третью руку вам найти без меня как-то очень неудобно куда ее засунуть даже не знаю получилось как-то так теперь можно подключить все это дело используя опять же блок питания будем заряжать из него подключаем горит красный светодиод смотрим какое у нас напряжение на выходе а нет 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 сначала припаяем еще один диод на выход этот диод нам нужен для того чтобы напряжение с аккумуляторов при выключенной зарядке не поступало сюда а у нас не разряжались аккумуляторы если диод не поставить то горятся эти диоды напряжение подается как схему а может не подается но горятся эти диоды идет небольшая утечка тока как-то так полоска у нас здесь но припаял я его на минус поэтому все у нас правильно если паяли бы на плюс то диод нужно было бы перевернуть фокуса нет теперь с учетом этого диода вставляем напряжение если бы мы стали напряжением без этого диода то диод сожрал бы у нас где-то с пол вольта примерно и у нас заряжалось бы неправильно так подключаемся смотрим как неудобно ну да ладно ставим плюс минус 13,3 сильно большое теперь берем отверточку крутим ползунки смотрим где у нас регулируется напряжение как все это неудобно делаться будет как все это неудобно нам надо выставить 12,6 вот так вот 12,6 теперь нам надо выставить ток приключаем измеритель в режиме измерения тока просто закорачиваем сейчас выводы так вот провода у нас имеют большое сопротивление то ничего страшного не будет вот у нас ток 420 мА ну я думаю вполне хватит в принципе для эксперимента можно не покрутить чтобы показать как регулируется ток с полудом не положим как бы все это сделать то вот у нас 400 где вам 400 где то 450 делаю наверно или с пол ампера что нам быстрее заряжаться будет но больше чем пол ампера делать я не рекомендую все потому что все это дело будет в закрытом корпусе а микросхема при такой нагрузке начинает вот это сильно греться если увеличивать нагрузку то сюда с этой стороны надо будет ставить радиатор чтобы микросхема остужалась так что мы имеем в итоге этим резистором мы выставили напряжение 12,6 вольта этим резистором мы выставили ток пол ампера также имеется третий резистор который отвечает скорее всего за индикацию окончания зарядки мы выставляем например 500 миллиампер при достижении тока меньше 50 миллиампер у нас загорается индикатор или наоборот газ я с этим не разбирался мне это разбирение нужно да и в интернете про этот индикатор у нас мало чего написано ну продолжим далее подключаем всю нашу схему вот у нас красный это плюс такой полосатый это у нас минус припаяем сначала подключим конечно можно его к жертвам так нет так 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 Спасибо. Полярность у нас не имеет значения. Регулятора у нас в дрели никакого нет. Так, что мы обрезаем? Ставим суперизолирующую прокладку в виде бумажки, чтобы здесь у нас все не закоротилось. Так, просулаем гнездо в ранее просверленные отверстия. Все контакты у нас, конечно, электробезопасные. Так, дальше ставим здесь суперизолирующую прокладку. И вставляем нашу микросхему. Как раз у нас сюда хорошо входит. Вот так вот. Все. Проверяем. Все светится. Аккумулятор у нас заряженный 12,6. Все, закрываем. Закручиваемся. Проверяемся. Проверяемся. Ще тянет. В тексте смотрим. Напряжение у нас 12,2. Отключаем зарядку. Пришло 12,3. Ну, последний несколько десятых вольта будет заряжать долго у нас. Потому что идет падение напряжения на диоде. Он нам все песню и портит. Но без него ставить я не хочу. Вот 12,4 уже. Зарядка потихоньку идет. Ну, вот как-то так. Теперь можно ставить зарядку на зарядку на ночь. Не беспокоиться. Не бегать каждые 5 минут. Не следить за напряжением. Продолжение следует. Продолжение следует...